В середине июня в Ставрополье начнут уборку зерновых. Площадь работ в нашем регионе более 2 миллионов гектаров. Губернатор Владимир Владимиров во время рабочей поездки побывал на озимых полях Шпаковского округа. Состояние посевов там оценивается как нормальное. Понервничать агрария в этом году заставляли погодные качели и недостаток осадков. Сегодня здесь уже 13 новых сортов на сортовных испытаниях. Мы точно понимаем, что мы Ставропольского агрария семенами пшеницы, ржи, сорга точно снабдим. Мы понимаем это. Дальше, конечно, нужно ускоряться. Вот сейчас вопрос, связанный с приобретением тепличного комплекса, вопрос, связанный с возможностью испытаний и районирования в наших отдаленных восточных территориях. Это тоже вопрос, который стоит сегодня перед нами. И задача наша снабдить нашего сельхозпроизводителя хорошими семенами. В Георгиевске благоустраивают общественную территорию на улице Калинина. Там обустроят пешеходные дорожки, установят скамейки, урны и оборудуют уличное освещение, сообщили в региональном Миндоре. Работы проводят по проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». В 14-й школе села Краснозоринского в этом году откроют точку роста. В образовательном центре дети будут профильно изучать биологию, информатику, физику и химию, сообщили в региональном министерстве образования. Работы проведут по нацпроекту образования. Точка роста откроется в начале нового учебного года. В Худере-Славянском строят новую спортивную площадку. Уже подготовили специальное покрытие, установили бортовые камни и ограждения. Позже на площадке оборудуют зону для занятий футболом и баскетболом, сообщили в региональном министерстве финансов. Возводят объект по губернаторской программе поддержки местных инициатив. Завершить работы планируют в конце июня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова